Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Наконец-то мы дождались, наступили самые такие интересные темы, это дегустации томатов. Потому что вот самое главное требование, которое выдвигают почти все огородники к своим томатам, конечно, чтобы они были вкусные и сладкие. Иногда даже уходит на второй план их урожайность. Некоторые согласны поменьше плодов получить, главное, чтобы поразил вкус, сладость. Именно для этого мы проводим дегустацию. Конечно, не все томаты получаются сладкими и вкусными. Есть сорта, которые предрасположены к образованию повышенного процента сахара, есть, нет. И хочу вам заметить, что даже один и тот же сорт в разных руках получается у кого-то более кислый, у кого-то более сладкий. И мы про все это говорили, что есть несколько факторов, которые влияют на сладость, на вкус. Конечно, это сорт. Вот еще раз повторю, какой предрасположен, какой нет. Ясно, что самыми сладкими получаются вот эти крупноплодные, позднеспелые, которые долго-долго вызревают, висят на солнышке. Ясно, что они будут самые сладкие. Еще влияет состав грунта, состав подкормок. И очень большое значение играет регион, в целом, климат и, в частности, погода каждого года. Год на год не приходится. Иногда бывают даже скороспелки, вот как в прошлом году, поражают своей сладостью. Такой вот прям, они насыщенно сладкие. У нас в прошлом году было жаркое лето. И все мы знаем, чем дольше плод висит на солнышке, чем больше солнца он получает при жизни, тем он слаще. А бывает такой год, дождливая сырая погода, что и крупноплодные, даже вот эти бифтоматы получаются немного водянистыми и даже с кисленкой. Вот самым первым будет у нас на дегустацию попал тот самый сорт подкидыш, который у меня в качестве пересорта вместо черного принца попал. Но так как многие увидели, что он очень скороспелый такой, очень хороший, многие хотят его получить. Но все-таки люди хотят знать, какой же он на вкус, все-таки сладенький он или нет. Потому что в этом году с черным принцем беда, все, кто купил черный принц, все получили вот такую красную дробь. Но все-таки отзывы у людей разные. У кого-то более кислая получился вот этот томат, у кого-то более сладкий. Но я сейчас еще скажу, что это, конечно, безусловно, скороспелка, детерминатный. И у него вот небольшой вес 30-50 грамм, он красный. И все, больше о нем я ничего не знаю. Сейчас мы его будем резать. Вот смотрите, кстати, на что я обратила внимание. Вот у меня доска разделочная. Ой, тут лампа мешает, ну ладно. Как бы вам показать. Короче, на ней сфотографированы в точно такие же. Такое впечатление, что это вот с этого подкидыша сделано фото. Точно такие же томаты с такими же зелененькими плодоножками. Что я хочу сказать про этот томат. Во-первых, вы видите, у него нет вот этого вот, бывает недозрелое пятно. Еще хочу заметить, если вы хотите полностью узнать вкус вот томата. Сладкий он, не сладкий. Как он может, какой процент сахара образовать. Ждите до полнейшего созревания плода. Не рвите вот в таком. Где же у меня есть? Вот даже вот такой, видите, различается. Как показать, даже не знаю. Ну, короче, один более насыщенный цвет, такой красный. А другой менее, даже отличается по оттенку. Один вот посветлее, этот потемнее. Конечно, что очень темные такие, полностью созревать. Не могу еще с камерой с новой притереться никак с ней. Ой. Так. Сейчас будем резать и смотреть, потому что обязательно велели и серединку показать. А, вот они, кстати, томатики. Видно, что они точно такие же, вот как наш подкидыш. Прямо вот был, наверное, подкидыш моделью. Разрезав вот так вот томат, мы видим, что белого вот этого, сейчас еще по-другому разрежу, белого вот этого вот стручка посерединке нет. Как вот этого пучок-то беленький. Томат весь... Конечно, так как он скороспелка, он все-таки наполовину состоит из семян, потому что он не принадлежит к числу вот тех мясистых, сахаристых, но он очень... Все-таки кисленький. Сейчас другую попробую, которая совсем поспела. Обыкновенный томатный вкус, но немного с кислинкой. Да, конечно, ничего такого экстраординарного в этом подкидыше нет. Томат имеет обычный томатный вкус. Он сладковатый и такой с ноткой кислинки. Нужно сказать 70 на 30. 70 сладостей, а 30 кислинки. Кислинка хорошо заметна, не очень-очень сладкие. Почему-то я маленькие пробовала вот до этого. Мне они показались сильно сладкие. Сейчас еще вот такого малыша попробую. Да, маленький плод более сладкий. Ну, во время дегустации, короче, наш подкидыш ничем нас не удивил. Значит, он будет брать скороспелостью, вот этим дружным урожаем. Сладостью он не поразил меня, не очень сладкий. Но, возможно, если бы он еще повисел немного, может быть, был бы более сладким. Потому что здесь вот некоторые не совсем дозрели. Простой, обычный, скороспелый томат. Вот это наш подкидыш. Все, дегустация закончилась. Это, конечно, не этот, не розовый мед и не загадка природы, которая в том году поразила меня своей сладостью. Но такие томаты тоже нужны. Именно в раннее время, для раннего употребления. Наши дети будут кушать даже не очень сладкие томаты, потому что они первые. А первые томаты всегда самые-самые вкусные. Редактор субтитров А.Семкин